Всем привет, ребят! Сегодня ночью выходит мой трек. Начнем с того, что я рада, но я расстроена, что у меня ничего к нему не подготовлено. Конечно же, у меня миллион отмазок на это, почему у меня ничего не подготовлено, и все такое, все как-то сумбурно. И вообще, на самом деле, я поражена. Я в шоке, что каждый раз у меня получается только так. По-моему, ни разу в моей жизни не было такого. Хотя нет, наверное, все-таки было. Было. Мой первый трек, мне кажется, он был прям, ну, продуманный, подготовленный такой, все вот прям. Мы это сделали, то клип сняли. Ну, как-то вот все нормально получилось. Один-единственный раз. Все остальные разы была какая-то дичь. Просто так, у нас есть неделя, трек уже загрузили, что делать, мы ничего не успеваем, что выставлять, что не выставлять. Ну, короче. С моим последним треком тоже самое было, с запрещенной, когда я просто несколько ночей, дней не спала, из-за того, что каждый день ждала, когда мне пришлют клип готовый, я его загружу, открою, ну, все проверю. Была просто куча всяких неполадок, правок. В общем, это была дичь. И меня это очень расстроило, и тогда я, помню, сказала себе, все, больше никогда вот так вот делать не буду. Вот есть у меня трек, я его записала потихонечку, когда надо, сняла клип, все подготовила, и только потом думаю о том, когда я буду выпускать. Так я себе сказала в тот раз. В этот раз вышло так, что я просто резко купила трек, я понимаю, что трек нужно выпускать перед Новым Годом, а времени уже совсем ничего, это уже декабрь. То есть, получается, я купила трек, по-моему, 1 или 2 декабря. Буквально через несколько дней мы едем на студию, записываем, через там дня 3-4 прислаю трек. А у меня к тому моменту еще нет обложки, потому что я думала, что трек позже пришлют. Уже начинает разрабатываться обложка, а она там сложности, потому что она нарисованная, и это тоже не от меня зависит, конечно же. Но, слава богу, вот девочка-художник, то, что по обложке не подвела, очень все классно, четко сделала. То есть, мы практически даже не ждали. Наверное, день мы подождали, то есть, это как бы погода сильно не изменила, поэтому спасибо ей огромное. Кстати, это Моша Макеева, и хочется тоже ей сказать большое спасибо. Вообще, когда я ей написала, она сказала, что она не рисует обложки, то есть, она это не делает, но ей интересно попробовать со мной такое сделать, потому что у меня была идея, я ей сказала, что я хочу. То есть, грубо говоря, она рисовала не обложку мне, а то, что я хочу, ну, свою идею какую-то я сказала, тем более, она рисовала в своем стиле, то есть, не было такого, что я ей говорю, вот, мне надо, чтобы было как-то вот так, было вот так вот. Вот, кстати, посмотрите обложку, мне очень она нравится, на самом деле. Может быть, эта нарисованная девочка не очень похожа на меня, но у меня не было цели, чтобы она была похожа на меня. То есть, это такой рисованный формат, скажем так, да, не знаю, как это правильно называется, этот стиль. Спасибо большое Моше за это, за то, что она быстро сделала, качественно, и попала вот прям в десятку. То, что я и хотела, реально, мне очень нравится. Обсуждали всякие моменты, где, чего, куда будем писать текст, не текст. В итоге решили, что вообще не будем на обложке писать мое имя. Это уже как-то не актуально. Ну, нет, некоторые вообще ничего не пишут на обложках. Ну, просто мне, не знаю, не захотелось. Я хотела, чтобы просто было название трека прикольно как-то нарисовано. Ну, короче, отправляем трек, и все это время у меня начинаются какие-то проблемы с кожей. То есть, нет желания снимать какие-то видео, какие-то студии снимать. Несколько тысяч раз, мне кажется, меня звала Карина на студию. Просто потусоваться, что-то поснимать. И, ну, я в итоге отказывалась. Ну, как отказывалась? Пару раз приехала. Не могу сказать, что что-то там получилось из-за этого. Я просто поняла, что это не совсем то, что нужно, потому что я неподготовленная. Просто приезжаю, типа, потусить. И, короче, подумала, что у меня куча волнений, потому что 28 числа у меня день рождения. И, в общем, Новый год, и вся эта суматоха немножко не то, что напрягает. Наоборот, мне нравится, что все так активно, и я переживаю, что сейчас случится Новый год, и как-то все тихо будет. И, не знаю, расслабон какой-то. Вчера третий раз я приезжала в Смайл Студио. Мы делали третий раз уколы с антибиотиком. Вчера мне показалось, что становится лучше. Сегодня, видимо, из-за уколов антибиотиков как-то что-то поменялось. Стало не то, что хуже, но я думаю, что, наверное, это нормальная реакция. Вот, в целом я стараюсь отпустить эту ситуацию. Конечно же, мне часто пишут там, типа, не думай об этом, не говори об этом. И я стараюсь себя убеждать в том, что я должна не обращать на это внимания. Но это очень сложно сделать. Я думаю, что многие меня могут понять, типа, как ты можешь взять и не обращать внимания на что-то, что тебя очень сильно беспокоит. Но, как минимум, надеюсь, что у меня получится меньше об этом говорить. Я уже много раз об этом говорила, что хочу меньше об этом говорить, но надеюсь. Сзади меня бардак, потому что буквально час назад мне привезли вещи, которые я так долго ждала. Из одного из моих самых любимых магазинов в Lastic Store я уже померила костюм и белишк. В планах наших сегодня, ну, в моих, не знаю, конечно, в славе на планы, наверное, это не входит, но нужно съездить в торговый центр, чтобы купить диск для кроки, который мы отвезем на дачу, потому что моей маме на день рождения мы дарили кроки-станцию вот эту вот классную, но без диска. Ну что, дедуль? Клёво! Реально нравится? Да. Просто весёлый такой. Да, ну, как бы поэтому такая новогодняя, типа хлопушка, всё такое. Хорошая песня, вот такая, знаешь, потанцевать. Да. Сейчас пол первой ночи, я, конечно же, не сплю, мне вообще через полчаса пиццу привезут. А, чё, вы мои хорошие настроения. Пушка. Только что где-то час, наверное, потратила на то, чтобы станцевать. Получилось прикольно. Танец придумала не я, а девочка придумала, которая сняла под мою песню ТикТок. И она станцевала. Будто ударяет ток, обжигает кипяток. Ты иди, иди ко мне, и у нас всё будет ок. Вы пушка-бомба, я за тобой, как робот. Это Mortal Kombat, ты у меня комбо. Вот такой. Кариц. Да не, на самом деле, просто я не пою сейчас весь голос, потому что поздно. Да не, на самом деле, реально, если захотите, как-нибудь спою. Это песня моя. Я умею петь. Да не, песня на самом деле вообще лёгкая. Чую, чую петь, чую петь. Я всю песню спела сама. Знаете, у меня есть, по-моему, во всех моих предыдущих треках бэк-вокалы, какие-то ещё штучки, терции записывала не я, а Слава, потому что я такая, типа, чё, петь? А может быть, и видос снять? А сейчас я профи, мои хорошие, профи. Я сама записывала нижнюю терцию. Причём на студии Даня, ну, чувак, который записывает Слава, такие, типа, говорят, ну вот, как там, ты её споёшь, ты уверена? Я такая, типа, блин, ребят, я уже много лет в этом бизнесе, всё в бизнесе, да, я знаю, что такое терция. Вы мне просто скажите, как мне её спеть, и я это повторю. Ну, типа, знаете, есть люди, которые не могут повторить даже. Вот, ну, как бы, это не я. Так вот, какие прекрасные шарики зато у меня. Это Firefox Balloon. И, кстати, у меня в Stories будет скидка 10% на эти шарики. Я не знаю, когда выставить. Вообще-то, наверное, в день рождения, потому что я планирую, как бы, выставлять всякие посты с шариками и всё такое в день рождения. Просто я попросила, чтобы ребята пораньше мне их подогнали, чтобы я сфоткалась и всё такое, потому что 27-го я уеду. И так что, да, 28-го, когда будете поздравлять меня с днём рождения, надеюсь, да, зайдите ко мне в Инстаграм и посмотрите в Stories, будет скидка на шарики. На самом деле, шарики — это реально кайф. Я вам их сейчас поближе тоже покажу. Всё равно не знаю, когда выйдет этот влог, но, думаю, 27-го, надеюсь. Я бы хотела прокомментировать некоторые комментарии касаемо моего трека. Я дико поржала с людей, которые пишут то, что это мужская песня, что я должен петь парень, потому что, типа, трек вообще-то об этом. То, что там, типа, бэйби, ты просто пушк, типа, бэйби, ну, я так понимаю, по логике, да, догадываюсь, что, наверное, некоторые люди подумали, что бэйби — это, типа, парень, так, ну, девушки говорят, типа, бэйби, бэйба моя. Ну, блин, на самом деле это переводится как детка. Это то же самое, что мы со Славой друг другу называем зай. Мне кажется, это то же самое. Дофига раз слышала, что там в Америке там девушка, парни говорят, типа, бэйби. По поводу трека вообще. Я буду в восторге, если дети моих зрителей будут кайфовать от этого трека. Я сама кайфую от этого трека. Он реально клёвый, позитивный. Ну, что я вам его пиарю? Конечно, это же мой трек. Да нет, я к тому, что я не говорю, что это какая-то серьёзная композиция. Нет, это обычный весёлый трек, который просто должен поднять настроение. Там нет каких-то, блин, стихов Пушкина, ещё что-то. На самом деле, многим нравится, мне это безумно приятно. Ну, в принципе, я, честно говоря, ожидала, что всё-таки понравится больше, да, чем кому-то там не понравится. Также есть комментарии, это просто... Хочется об этом тоже сказать, чтобы хайпа нагнать у Кобякова. Короче, ситуация крайне дебиль. Я купила трек. Это не я его написала, вы догадались, наверное, да? Я вам сейчас даже расскажу, просто даже вот клянусь, скажу день, когда я первый раз услышала этот трек. Это было 2 декабря. Ночью я его купила, 2 декабря. И через несколько дней, я не помню как, да, каким образом, я захожу на YouTube. Вижу, что у Кобякова... Я его не знаю, но я так поняла, что это друг Влада бумаги, да, и они там вместе что-то снимают. Но я просто не смотрю, не в курсе, не знаю. Но я вижу, типа, пушка. Причём, по-моему, я даже сама погуглила пушка, потому что, знаете, такие истории бывают. Типа, покупаешь трек... Ну, у меня такого не было. Но вдруг, типа, купил трек, гуглишь, а этот трек уже где-то в сети есть. То есть, обманули, кинули на бабки. Ну, нет, я уже не думала, что так, но просто мне стало интересно. Я, короче, ну, вижу, что, ну... Причём, это было не 2 декабря. Короче, не могу найти его канал, чтобы посмотреть, когда вышел его трек. Но это не... А, хотя, что я, парень, сейчас в Apple Music посмотрю. 22 декабря. Сука. Но триня раньше, чем мой трек. В общем, ладно, я не знаю, как так вышло. Но надеюсь, что это сыграет мне какую-то добрую монету. Или как это называется. Люди будут гуглить, такие, что за пушка, что за две пушки. Там, давай и то, и то послушаю. Ну, я не знаю, да? Но это угар. Песен с названием Пушка дофига. Просто тут получается так, что там тоже, типа, в припеве, типа, просто пушка, что-то пушка, пушка. Ну, понятно, что, блин, песни разные. Ну, реально. Ну, слышали же, что разные, да? Может быть, поэтому людям показалось, что ты должен петь парень. Короче, не знаю, это не столь важное. Я Кобякова не знаю, но поздравляю его тоже с выходом трека. Пушка, просто брат Сюни. Тупая ситуация, честно. Но ничего не поделаешь. Я не вижу в этом ничего какого-то там криминального, потому что уже столько разных, блин, названий. Ну, что ты еще придумаешь, что напишешь? Даже помню ситуацию, когда у меня вышел трек «Почему?», и потом через какое-то время у Анфисы Ибадовой выходит трек «Тоже почему?», и кто-то там написал по поводу названия, что, типа, недавно, типа, у другой блогерши вышла песня с названием «Почему?». Я думаю, типа, ну и что? Ну, я просто понимаю, если бы это была точно такая же песня с таким же текстом, это абсолютно разные песни. Название может быть такое, ну а что поделаешь? Да, в припеве тоже поется про «Почему?». Хорошая песня, я считаю. И, понятное дело, некоторые, ну, недалекие люди пишут мне под моим треком, типа, что-то напоминает Кобякова. Никого не напоминает? Короче, бред. Реальный бред. Не понимаю. Все будет ок. У нас все будет ок. Я довольна, несмотря на то, что у меня не было каких-то классных готовых видосов, танцев, клипов. Ну да, не подготовилась, как всегда. Все у меня было очень быстро, сумбурно, как обычно. В принципе, у меня по-другому, мне кажется, не бывает. Хочу, чтобы вы снимали в ТикТок под мой трек. Тем более, что у меня уже есть один танец, который придумала не я, а девочка, за что я огромное спасибо. Можно даже ее имя назвать. Ее зовут, ее ТикТок. Имя Вратское. Спасибо. Реально, спасибо большое, потому что я и танцы, это два разных вообще что-то. У меня по поводу улогов случился какой-то, как это называется, перегар. Мое предыдущее видео, которое называется «Подарки к Новому году», собрало 133 тысячи за два дня. Я думала, будет меньше. Ну, спасибо. Привет, друзья. Не люблю разговоры про работу, про типа, сколько у меня что-то там проектов, не проектов. Я просто хочу сказать огромное спасибо своим подписчикам за то, что они меня смотрят, за то, что они меня лайкают, за то, что они, вы, просто мы хлебуши. Кто меня сейчас смотрит? Маша, Даша, Катя, Лиза, Наташа, я не знаю, там Карина, Кристина, Мадина, Виолетта, Юля, может быть, Лена. Привет, мам. Надя. Короче, блин, имен много, я не знаю всех, конечно, по имени, да, но думаю, что точно есть кто-то из тех, кого... В общем, вы все, да, и тех, кого я не назвала, ну, извините, не знаю, все имена, не могу вспомнить, вы мой хлебушек, самый любимый. Вот представьте самое свое любимое блюдо, без которого вы не представляете свою жизнь или напиток, вот вы для меня это вот это. И я просто таким образом хочу вам сказать спасибо большое за то, что вы со мной, я это очень ценю, я вам безумно благодарна, просто даже, даже не, даже, даже если вы не оставляете никаких комментариев, не ставите лайки за то, что просто смотрите меня. Я надеюсь, что это такой, скажем так, бартер у нас с вами, я выставляю для вас какой-то контент, какие-то там штучки, да, как-то веселю вас, может быть, надеюсь. Что-то интересное рассказываю, там, скрашиваю ваши какие-то там вечера, а вы просто смотрите меня, и тем самым у меня есть работа, представляете? Так это легко работает, поэтому, да, поэтому не хочется все равно говорить про всякие проекты, но декабрь, декабрь, он такой декабрь, потому что у всех праздники, Новый год, подарки, нужно всем, ну, рассказать, что вот надо купить этот подарок, самый лучший на Новый год будет. Так что, да, декабрь у меня такой немножко уже замученный, но благодарный, как бы так сказать, я очень благодарна всем, что происходит в моей жизни, но при этом немножко уже устала, уже хочется как-то, знаете, там мне ничего делать не надо, мне никуда спешить не надо, мне не надо срочно что-то переснимать, переделать, то есть, короче, вот такого мне не хватает в какого-то моментика, хочется уже отпустить, спокойно снимать тиктоки, хернёй всякой страдать, ну, понимаете, да. Давайте шарики вам покажу. Вот такая красота, мне очень нравится сочетание золотого-розового, вот это просто, вау, посмотрите, какой клёвый шарик, он прям отдельный такой, happy birthday, понимаете, на русском, это с ним растение. Ой, рыжу, не могу. Ну, короче, очень красивые шарики, я просто в восторге, причём самое клёвое, что они у меня ещё будут несколько месяцев стоять, просто улёт. А здесь у меня циферки, которые я спрятала, причём, когда их занесли, они выглядели как 32, Слава вышел, так удивился, говорит, тебе 32? Так что, да, примерно вот так вот это всё выглядит, ну, куда? Тут у меня лежит маленькая фрикаделька. У них такая смешная, когда обрастаешь. Поцелуешь маму? Поцелуешь подписчиков? Ты скажешь им спасибо? Ты знаешь, что если бы не мамины подписчики, у тебя бы не было столько игрушек, столько косточек, скажи спасибо. Я хочу дать тебе вот эту прикольную чеченьку. Сначала мама должна сказать тебе слова от подписчиков. Вот эта косточка, да, печенюшечка вот эта вкусненькая, сидеть, кому говорю. Вот эту вот печенюшечку тебе передают подписчики мамины. Представляешь, как они тебя любят, представляешь, моя колёска? Беги скорее. Скажи спасибо подписчикам. У Ивы, кстати, белый ус, прям как у мамы, только у мамы уже на башке, блин, белые волосы. Вы представляете? Я старею. Ай. Клянусь, я не знаю почему, но у меня очень много, ну ладно, не очень много, но есть седые волосы, прям которые вот я расчесываюсь, такая там волосы перекинула, такая, я понимаю, что у меня есть седые волосы, которые прям можно вот так вот посмотреть, которые можно вычленить из моих тёмных волос, то есть... Я не понимаю, почему я седею, точнее нет, я понимаю, у меня такая жизнь, знаете, нервная. Просто мне кажется, на моём лице всё написано, какая у меня жизнь, блин, нервная. Вот, я всё ищу. Может быть, это курьер? Может быть, это наушники, ребят? Ого. А это кто? Сосед. Блин, я сейчас не пойду, у меня там сосед. Тупая фигня. Вон он это. До свидания. А, как у чёрта. Сейчас я буду показывать вам дизайн своей квартиры, но прежде, я считаю, что я должна научить вас танцу. Куда вас? Танцу под свой трек. Самое главное, чтобы был танец на припев, потому что, мне кажется, это как бы, ну, такой главный, да? Ну, короче. Итак, учим. Будто ударяет ток, обжигает кипяток. Ты иди, иди ко мне, и у нас всё будет ок. Бэйби, пушка, бомба. Я за тобой, как робот. Это Mortal Kombat, и у меня комбо. Поняли? Всё. Элементарно, Ватсон. Я очень давно обещала вам показать дизайн своей квартиры. Точнее, то, что может получиться, если сделать здесь ремонт. Мне не сказали, сколько это стоит, сколько это может стоить, сколько это будет стоить. Но картинки мне очень понравились. Надеюсь, вы готовы. Очень долго всё это оттягивало. Но пора. Сложность заключается в том, что в этой квартире нужно снести стену. И чтобы её снести, нужно получить разрешение. Это очень тяжёлый процесс. И, вероятно, что очень проблемный. И, возможно, что потребует огромных каких-то финансов. Я в этом не уверена на 100%, но знаю, что это нелегко. Почему нужно снести стену? Потому что, по моей задумке, здесь, где я сижу, где большая комната, здесь должна быть спальня. Там, где работает Слава, там должна быть гостиная. И сейчас вы всё увидите. В моих мечтах гостиная выглядит именно так. То есть, получается, там, где сидит Слава, где его стол сейчас, вот эта вот стенка с телевизором, с полками. То есть, вот такая гостиная, это просто... Мне очень нравится. Всё настолько клёво, изысканно. Светлый диван, не кожаный. Кожаный меня уже бесит. Ну, короче, всё очень такое прикольное, модное, стильное, с добавлением мрамора. Причём я сказала дизайнерам, что мне не нужны дорогие материалы в квартиру. Объясню, почему. Я уже много раз на эту тему рассуждала и говорила, что... Ну, в этом нет смысла. У меня в этой квартире сейчас, да, есть дорогая мебель. И она точно так же в какой-то момент просто устает от этой жизни. И, ну, там, изнашивается, не изнашивается, как это правильно сказать. Ну, в общем, теряет свой прежний вид и становится не такой клёвый. И за что платить огромные какие-то суммы, я не вижу в этом смысла. Поэтому мне нужно самое обычное, но стильное. Ну, понятно, чтобы не совсем, как бы, да, на соплях держалась. Причём идеально то, что мы хотим, чтобы она была проходной. Потому что здесь, где я сейчас сижу, в этой комнате, да, это как бы гостиная. Считается, сюда никто никогда не доходит. Тут сижу только я за своим компом и снимаю тут тиктоки. Всё. Это кухня. Здесь убрали дверь, сделали такую красивую люстру. Тут добавился диван. Несмотря на то, что я не очень люблю диваны на кухне, у меня это как-то ассоциируется с каким-то, я не знаю, детством, что ли. Ну, короче, не то, что там детство плохое, нет. Просто я помню, что у нас на кухне стоял диван, и мне как-то это не стильно, короче. Но здесь выглядит очень красиво. Телевизор там же, кстати, висит, где и был. Получается, справа шкаф, в который там прячется холодильник. И это идеально, потому что так, как стоит у нас холодильник сейчас, меня это жутко раздражает. Ну и, в принципе, цвет кухни мне очень нравится, потому что всё такое минималистичное. Также я попросила дизайнеров, чтобы они перенесли экран. Получается, что сама раковина, да, занимает не так много места. Её можно на один квадрат поместить. А вот этот вот угол, куда можно ещё вдаль в угол поставить кучу всего, да, если говорить там про тот же какой-нибудь чайник, ещё что-то, ну, неважно, там просто свободное пространство. Ну, в общем, бред. Там и готовить будет удобнее, будет больше места там для тех же каких-то тарелок, для салата, каких-то, да, мисок. Куда сразу режешь и кладёшь. Ну, то есть, в общем, так вот, как мне надо сделано, да. Это получается такой проход, как раз вот слева ванна, туалет, справа шкаф. Тоже, в принципе, как и было, так и остаётся. Туда мы поместим сушилку, да, стиральную вот эту сушилку. То есть, не будет вот этих приколов, как у меня сейчас на балконе стоит, где я вешаю вещи, как это по старинке. Ну, как бы, я другого не знаю, у меня только так всю жизнь было. Поэтому, конечно, в идеале хочется перейти на сушильную вот эту машинку, как стиральная, которая выглядит. Вот так вот у нас, получается, выглядит вход, когда мы заходим в квартиру, да. Вот такая вот прихожая. Тоже очень нравится. А теперь мы переходим к спальне. Это моё просто тоже любимое. В общем, я не знаю даже, что говорить, просто смотрите, как красиво. У меня, конечно, есть мечта, это гардеробная. И понятно, что чем больше квартиры, чем больше помещений, тем больше можно сделать гардеробную. И я подумала, зачем вообще такая большая спальня, да, если из гостиной делать спальню, какой смысл просто ходить здесь, просто ногами танцевать. Лучше всё это как-то разумно расставить и сделать здесь гардеробную. Поэтому я сказала, что давайте, ну, как-то можно сделать что-то. И придумали дизайнеры вот такой вариант, нарастить стену и сделать гардеробную. И напротив уже телевизор. Там будет место, где можно краситься, ещё что-то. Но самое главное место для макияжа у меня в другом месте. Зеркало, конечно же, тоже, чтобы можно было клёво у него фоткаться. Сделается светлый пол во всей квартире. Итак, мы переходим к балкону, который находится в комнате, где работает Слава. Здесь я захотела себе такой уютный уголок. На самом деле я с самого начала, когда здесь делался ремонт, я хотела и представляла, что на балконе будет какая-то чилл-зона. Там будет как-то клёво сидеть, прикольно. И поскольку из комнаты, где я сейчас работаю, мы делаем спальню, я сказала, что можно сделать моё рабочее место на балконе. Так что вот здесь, типа, я крашусь на балконе как раз. Мне идеально, закрылся, сидишь, кайфуешь. У меня сразу место, где краситься, и комп рядом стоит. То есть я могу сразу включать компа, что хочу посмотреть. Какие-то там, не знаю, ютубчики, да, и при этом краситься. Ну, я обычно с телефона просто всё включаю. А вот кабинет Славы. Очень крутой тоже. И кабинку туда всё поставили. Причём изначально напротив его рабочего стола что-то, по-моему, то ли ничего не было, то ли какое-то пианино там стояло. По дизайнерским задумкам я сказала, чтобы сделали шкаф. Ещё один дополнительный, потому что, ну, надо. Реально надо. Туалет. Тут немного картинок в туалете, но вот такое вот всё под дерево. Появилось место, куда можно поставить какие-нибудь там те же полотенчики, ванны. Моя мечта. Я очень хочу красивую ванну, когда я там что-то снимаю про макияж, ещё что-то. Очень хочется красивую. Я вижу, здесь стоит стеклянная перегородка. Я, конечно, уже в будущем вижу, что 100% там она, может быть, и есть, но наверняка там дополнительно есть ещё шторинка, потому что я знаю, что, ну, от брызг это не защищает 100%. Но посмотрите, как красиво. Мне очень нравится вот эта, типа, плитка под дерево и белый мрамор. Ну, это офигенно. Вот. А здесь, получается, уже стиральная машинка, которую придётся сделать поменьше по размеру. У меня достаточно большая стоит, хотя эта выглядит тоже не маленькой. Так что вот так вот выглядит квартира. Вот эта с дизайнерским ремонтом. Я оставила ссылку на дизайнеров в описании, также в Инстаграме тоже поделилась. Видео получилось такое опять разговорное, домашнее, но, извините, я сижу дома, стараюсь снимать контент в TikTok. Кстати, обязательно зайдите, посмотрите, подпишитесь, танцуйте под мой трек. Пожалуйста, я буду очень рада. А, ещё, кстати, ребят, самое важное, самое главное забыла. У нас с Кариной действует сейчас скидка на наши пресеты. Промокод вот этот в описании тоже оставила, который даёт скидку 41%. Почему 41? Потому что 20, 21, это наш Новый год, да? Складываем, получается 41. Вот такая вот гениальная идея, да? Так что ссылку на наш сайт и промокод оставила в описании. Если хотите, тоже, кто не приобрёл наши пресеты, можете урвать их по офигенной скидке. Так что всё, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока. А, и ждите видос с ДР.